Задача 7.14. Задача этого семинара на распределение. Что такое распределение? Оно показывает вероятность обнаружения какого-то состояния физической системы. А что такое вероятность? Ну вот на языке физики это просто доля. Доля благоприятных случаев, отнесенная к общему числу случаев. Ну вот самое важное будет в нашем семинаре, который называется «Распределение Максвелла». Кстати, сам Максвелл получил свое распределение на экзамене. Вы представляете, тащит билет, а там распределение Максвелла. Пришлось выводить. Распределение Максвелла одномерное. Вот это вот плотность вероятности того, что у нас будет обнаружено скорость вблизи, ну проекция скорости на ось х вблизи vx. Что значит вблизи vx? Ну вероятность того, что скорость равняется точно vx, равна нулю. Потому что число возможных скоростей бесконечно, и доля, приходящаяся на одно из этого бесконечного числа возможностей, равняется нулю. Поэтому плотность вероятности – это вероятность, отнесенная к ширине интервала dvx. То есть вот вероятность w от vx будет равняться плотности вероятности, умноженной на элементарный интервал. Значит, это вероятность того, что частица будет иметь скорость в интервале от v от x до v от x плюс dx. Плюс dvx, извиняюсь. При этом dvx считается настолько малым, что вот эта вот плотность вероятности не меняется вот в этом интервале. Ну, как всегда, в физике. Бесконечно малых нет, предела нет и так далее, и так далее. Ну, и вот как показал Максвелл, вероятность, плотность вероятности обнаружить частичку вблизи wx имеет следующий вид. М0 – это масса одной молекулы. М0 – это масса одной молекулы. И умножить на знаменитую экспоненту. Под экспонентой со знаком минус стоит отношение кинетической энергии. mvx в квадрате пополам. К характерной тепловой энергии, которая вот как раз и равняется kt. k2 – kt. Так, я здесь m0 пропустил. Ну, и давайте я дальше не буду писать это m0. Значит, m0 буду обозначать просто m. Это у нас масса одной молекулы. Так, масса одной молекулы. Вот в задаче 7.14 идет речь о электронах, имитируемых накаленным катодом. И катод тормозит электроны. То есть, что это означает? Что только электроны, обладающие, ну, вот тут определенной энергией. Задача 7.14 дано. Две таких энергии. 0,2 электрон вольта и 0,4 электрон вольта. Только энергии больше вот этих энергий будут достигать анода. И вот требуется найти, определить долю электронов, преодолевающей вот этот вот задерживающий потенциал. Так, ну, что можно сказать? Эти частички в диоде. Представляете, как устроен диод? Ну, вот тут вот есть такая цилиндрический анод. А по оси натянута вот такая вот нить. Которая называется катод. Это катод, это анод. Ну, вот частички вылетают во всех направлениях. И некоторые достигают анода. Ну, что можно сказать? Что частички, которые двигаются вдоль катода, никогда не достигнут анода. Значит, нас интересует распределение частичек только вот в плоскости сечения, перпендикулярной катоду. Только эти частички имеют шанс долететь до анода. Ну, вот давайте получим из этого распределения, которое Максов получил на экзамене, двумерное распределение. То есть, вот пусть у нас есть частичка Vx. Здесь у нас частичка... То есть, извиняюсь, здесь компонента скорости Vx. Здесь компонент до скорости Vy. Ну, вот здесь вот какой-то кусочек под шириной Vx. Как раз дает вероятность того, что вот частичка попадает сюда, если умножить на Wvx. И, соответственно, величина этого квадратика dVy. Это, вероятно, умноженная на соответственную функцию, только уже вместо Vx стоит Vy. Даст вероятность попадания частички с компонентами скорости Vy, Vy плюс dVy. Ну, а что... Вот опять вероятность – это доля. Вот доля частиц, попадающих в dVx, равняется wx на dVx, а доля частиц, попадающих в dVy, равняется wx на wy. А доля частиц, попадающих в этот квадратик, это будет просто доля от доли. То есть, мы должны умножить эти самые вероятности. Так, но нас интересует... Я проведу... Ой, как-то не очень я красиво рисую. Проведу... Нарисую вот такое вот колечко. Значит, радиус колечка я обозначу через v. Ну, а чему равняется v? Вот это у нас vx, да? А вот это у нас vy. То есть, v в квадрате равняется, по теореме Пифагора, vx в квадрате плюс vy в квадрате. И вот меня интересует вероятность того, что скорость по величине вот в таком вот двумерном распределении равняется v. Ну, куда скорости при величине v? Ну, а реально, опять же, вероятность это равняется нулю. То есть, меня интересует скорость от v до v плюс dv. То есть, вероятность попадания в такой интервал. Вот если я возьму толщину этого колечка dv, тогда вот эта вот вся площадь, площадь колечка радиусом v и толщиной dv как раз показывает долю молекул, скорости которых лежат в этом интервале. то есть, вот это вот dv будет равняться w от vx w от vy и умножить на площадь этого колечка. А чему равняется площадь колечка? Оно такое тоненькое, что если мы его разрежем и выпрямим в прямоугольничек, оно практически не потеряет своей площади. Если бы оно было толстое, тогда при таком выпрямлении оно бы гнулось. А тоненькое просто распрямилось и все. То есть, площадь будет равняться площади прямоугольника. Как ищется площадь прямоугольника? Площадь основания, длина основания, а длина основания это 2pv и на высоту, умноженное на dv. Вот. Значит, какая будет плотность вероятности для нашей скорости иметь значение по модулю равное v? то есть, вот dw это и будет плотность вероятности по скорости умноженной на dv. Вот сравнивая эти два выражения, видим, что это будет и умножить на dv от v и x на dv от v и y и умножить на 2p на v. вот мы нашли эту двумерную плотность вероятность вероятности. Завтра я буду получать трехмерную плотность вероятности на лекции. тем же самым путем. Только у меня появится еще одна компонента скорости vz. И вот область с данной величиной v будет иметь вид сферы. здесь колечко, а там сферы. Ну, давайте подставлять сюда. Так, вот здесь есть общий множитель. 1,2 на 1,2 будет квадрат. Будет первая степень. То есть, это будет m на 2p и kt e в степени минус. Ну, при перемножении экспонента их показатели складываются. Значит, что получается? m на 2 kt а здесь vx в квадрате плюс vy в квадрате и все это умноженное еще на 2pv. На 2pv. 2p у нас сократилось. Ну и потом, что такое vx в квадрате плюс vx в квадрате плюс vy в квадрате? Это как раз вот наша скорость, величина скорости v в квадрате. То есть, наша плотность вероятности имеет такой вид. m разделить на kt и умножить на экспоненту в степени минус mv в квадрате на 2 кинетическая энергия. Тепловая энергия kt и умножить еще на первую степень v. Так. Ну вот задерживающий потенциал равен u. Какие частички, какие электроны смогут преодолеть этот задерживающий потенциал? Те кинетическая энергия которых mv в квадрате пополам будет больше или равна потенциальной энергии с потенциалом u. То есть больше или равняется eu. Ну отсюда что получается? Что смогут преодолеть только те электроны, скорость которых больше или равна корень из 2 eu разделить на m. Вот такой вот случай. Так. Ну теперь давайте искать эту долю. значит доля, обозначу я буковкой алифа. А на языке физики доля это и есть вероятность. Значит доля это будет вероятность того, что энергия электрона, что скорость электрона v больше или равняется... v больше или равняется... Давайте вот это вот v 0 обозначу. Вот так вот. То есть будет v 0, где v 0 равняется 2 e u на m. То есть v электрон долетит до анода, если его скорость превышает вот эту вот скорость v 0. Скорость v 0. Ну а как найти эту скорость? Интегрированием нашей вероятности. то есть от v 0 до бесконечности. Что интегрируем? плотность вероятности на dv это и есть как раз вероятность того, что электроны имеют скорость от v до v плюс dv. То есть имеют скорость вблизи v. И вот собираем все электроны, скорости которых превосходят скорость v 0. Это и будет вероятность или на нашем языке доля электронов, которые вот это вот, которые долетят до анода. Ну давайте подставляем вот это v. Константу выносим. m на kt интеграл до бесконечности. Но v 0 ставим. Корень из 2 e u на m. Ну а здесь e в степени минус mv в квадрате на 2 kt v и dv. и теперь нам можно вычислить этот интеграл. Есть идеи, как вычислить этот интеграл. Посмотрите, vdv это половиночка от dv в квадрате. и здесь v в квадрате. И здесь v в квадрате. Поэтому давайте введем новую переменную. Новую переменную. Вот m v в квадрате на 2 kt я обозначу x. Я обозначу x равняется x. Написано. x. Дифференцирую это равенство. Дифференцирую правую часть. Это получается dx. А левую часть дифференцирую. Но двойка выходит. И получается 2v dv. И двойка здесь сократится. Получается m на kt v dv. А вот здесь как раз встречается vdv. То есть вот это v dv равняется kt разделить на m на dx. Ну, теперь все это все эти новые переменные я вставляю в этот интеграл. Итак, α равняется. Ну, от v dv выйдет kt деленное на m а здесь m деленное на kt. Ясно, что здесь сократится. Так, ну, когда v равняется бесконечности, x тоже равняется бесконечности. А когда v равняется корень из 2e u на m, чему будет равняться x? ну, двойка-двойка сократится, а здесь будет e u деленное на kt. И под интегральное выражение экспонента минус x, а здесь под x. Кто умеет интегрировать экспоненту? Ну, кто умеет интегрировать экспоненту? Тут, правда, минус экспонента. Значит, это будет минус e в степени минус x, да? А дальше правило Ньютона-Лейбнца. Здесь e u на kt, а здесь бесконечность. И в значении в верхнем пределе e в степени минус бесконечность сколько будет? Нолик. Вычитаем, то есть будет знак плюс, значение экспоненты в нижнем пределе e в степени минус e u на kt. Вот мы и решили задачу. То есть доля электронов, преодолевающих потенциал u составляет e в степени и экспонента минус e u на kt. Вот ответ. Ну, задача есть численные данные, я вычислять не буду. Берете значение заряда электрона, постоянные вольтсмена, вольты и прочее, все подставляете, ну и получаете результат. Все понятно с задачей? Или не все понятно? Что непонятно? Слушаю вас. Теория вероятности непонятна. Много новых фактов. Их нужно осмыслить. Итак, что я хочу, чтобы вы запомнили? Вероятность это просто до-ля. На математике вас научат аксиоматической теории вероятности. Вы знаете про всякие там сигма алгебры, прочее, прочее. Про нашего великого математика Калмогорова, который создал аксиоматической теории вероятности. А физики без всего этого обходятся. Это до-ля. Так. Следующая задача 7-18. Электро 7-18 в центре сферы радиусом R. Ну, давайте я только не буду, как в задачнике, обозначать R большое. R большое в термодинамике чем занято? Универсальный газовый постоянный. Не нужно нам тут загадок. Радиус сферы обозначу R. И вот в центре сферы радиус R в некоторый момент времени создается N молекул газа, которые имеют Максвилловское распределение Максвилловское распределение по скорости при температуре T. Вот. Затем молекулы разлетаются, не сталкиваясь друг с другом, то есть какую скорость молекула вот имела в центре сферы. С такой же скоростью она и долетит до конца сферы. Найти плотность потока молекул вблизи поверхности сферы как функцию времени. Определить момент времени T0, когда поток максимален, и найти скорость молекул V0, подлетающих к стенке в этот момент. Итак, здесь идет речь снова о распределении Максвелла при температуре T. Но смотрите, в центре сферы молекулы могут лететь в трех направлениях. То есть здесь нужно использовать трехмерное распределение Максвелла. Его я выводить не буду, а просто напишу, что доля молекул, скорости которых лежат, величины скоростей которых лежат вблизи V, ну а если долю умножить на число, тогда это будет уже число молекул, которая, скорости которых лежат вблизи V, равняется 4P это от площади сферы множитель получился. Здесь тот же самый M на 2P КТ это от одномерного распределения Максвелла. Здесь три одномерных перемножаются, поэтому будет три вторых. Ну и дальше экспонента наша родимая кинетическая энергия, теперь уже трехмерная, деленная на тепловую КТ и умножить вот это от площади сферы, здесь остался V в квадрате. Ну и еще умножаю на ДВ. то есть вот это вот у нас плотность вероятности плотность вероятности того, что молекула имеет скорость вблизи V. Ну вот это вот соответственно плотность вероятности умноженная на ДВ дает вероятность или точнее дулю на нашем языке того, что скорость молекул лежит вблизи скорости V. Доля умноженная на число молекул дает нам на общее число молекул дает то число молекул скорости которых лежат вблизи V. Так, что же теперь называется потоком? Потоком частиц равняется число частиц пролетающих в единицу времени то есть вот ДН пролетают за время ДТ и деленное на площадь но какая у нас будет площадь площадь сферы это 4π r в квадрате я здесь так и напишу прямо эту площадь сферы 4π r в квадрате вот вот такая вот у нас число частиц со скоростью а если частичка вылетела здесь с некоторой скоростью v в какой момент времени она долетит до сферы то есть за какое время она пролетит расстояние r надо это расстояние r разделить на скорость частички ну или отсюда скорость частички это будет r разделить на t скорость частички равняется r на t ну вот здесь вот у нас число частиц скорость которых лежит вблизи v давайте перейдем к переменной t то есть найдем число частиц которые долетят до сферы за время t что мы должны сделать мы должны вот в этой плотности вероятности все v заменить на r деленное на t значит получается n 4 pi все это постоянные множители не зависящие ни от чего 2 pi kt в степени 3 вторых умножить умножить на экспоненту минус mr в квадрате 2 kt на t в квадрате здесь v в квадрате r в квадрате разделить на t в квадрате ну и dv dv v равняется r на dt dv будет равняться минус r t в минус первой степени значит минус r минус 1 уменьшаем на единицу будет t в минус второй степени и умноженное на dt ну давайте возьмем модуль dv чтобы не возиться с отрицательными числями то есть получается r на t в квадрате и умноженное на dt r на t в квадрате и умноженное на dt ну давайте теперь посмотрим на поток g это dn t разделить на dt разделить на dt сократится вот эта вот вещь и разделить на 4 пи r в квадрате 4 пи r в квадрате вот это вот сократится и какая-нибудь одна из этих сократится значит что у нас останется останется n m 2 пи кт в степени 3 вторых e в степени минус mr в квадрате 2 kt t в квадрате так ну давайте это еще r в квадрате сюда я это вынесу как постоянная вещь а здесь остается единичка разделить на t в четвертый вот так вот этот поток зависит от времени можно вопрос да а там должна была быть r в квадрате перед dt не должна быть правильно здесь будет просто r и вот это я вынесу и сокращу соответственно здесь тоже будет просто r это не влияет на зависимость от времени нас интересует как зависит от времени значит при t стремящемся к нулю экспонента задавить любую степень поток будет равен нулю при t стремящемся к бесконечности экспонента стремится к единице но зато единичка на t в четвертый стремится к нулю значит при t равном нулю поток равен нулю при t равном бесконечности поток равен нулю то есть вот это g от t как-то вот так вот меняется ноль и ноль значит вот здесь вот где-то будет время это ноль как найти это время это ноль как исследовать как найти максимум функции производная найти нулю не приравнять ее нулю ну вот смотрите здесь не очень удобная переменная единичка на t вот давайте я введу новую переменную x равная единичка на t в квадрате тогда зависимость от времени дается только вот в этой вещи то есть g от t точнее уже g от x да будет пропорционально е в степени минус mr в квадрате 2п кт умноженное на x а единичка на t в четвертой это будет x в квадрате и нам нам нужно найти нам нужно продифференцировать вот эту функцию по x dg по dx так ну что сначала производное произведение 2x на экспоненту производное экспонента минус показатель экспоненты mr в квадрате 2 что тут kt на экспоненту и умноженное на x в квадрате эта производная должна быть равняться нулю ну что можно вытащить можно вытащить вот x на экспоненту x на экспоненту здесь останется 2 минус m r в квадрате на 2 kt а здесь x равняется нулю значит отсюда x ну x можно поставить нолик да то есть это ноль соответствует x0 значит x0 будет равняться отсюда 4 kt разделить на mr в квадрате отсюда находим t0 это единичка на корень из x0 то есть это будет что r из 4 двоечка а здесь будет корень корень из m на kt вот в этот момент времени плотность потока газа на стенках сферы достигнет максимума какая будет скорость ну а v0 скорость вот отсюда найдется из этого выражения v0 равняется r на t0 то есть будет равняться так r на t0 2 корень из kt разделить на m вот так решается задача 7.18 все понятно ну чем мы воспользовались мы воспользовались вот этим вот распределением для трехмерного случая и воспользовались определением потока ну или точнее это плотность потока поток отнесенный к единице площади все ясно надеюсь непривычный материал но теория вероятности что ж поделаешь теперь следующая задачка 7.20 7.20 7.20 да задачка 7.20 электроны движущиеся в тонком поверхностном слое полупроводника могут рассматриваться как двумерный идеальный газ вычислить частоту z ударов электрона приходящейся на единицу длины периметра границы области в которой заключен этот газ считать при этом заданную температуру t поверхностную концентрацию частиц n и массу электрона m ну вот на лекции я буду рассчитывать число частоту соударений трехмерного газа со стенкой ну а здесь двумерный газ со стенкой ну вот давайте вот это у нас будет стеночка вот вы выразим на стеночке плаща длину дл и пусть к этой стенке к этой стенке электроны летят вблизи скорости v вот под этим углом ну а реально опять же со скоростью v и v плюс v то есть вот электроны летят со скоростью v ну за время dt какие электроны смогут удариться об эту стенку за время dt смогут удариться те электроны которые находятся на расстоянии от этой стенки не далее чем на v на dt то есть вот этот электрон как раз через время dt удариться этот через dt пополам а вот этот вот за время dt окажется здесь не удариться о стенку другими словами о стенку ударятся все вот эти электроны которые находятся внутри этой этой трапеции значит вот число ударов электронов которые летят со скоростью вблизи v под углом вблизи θ будет равняться чему число электронов да что ж такое опять так число электронов вблизи скорости v и тета отнесенное к времени и в длине площадочки на которой они ударяются так вот это вот число электронов электронов будет равняться концентрации электронов скорость которых я буду говорить равняться v и тета а реально имеет смысл лежат вблизи v в диапазоне от v до v плюс dv лежат вблизи тета в диапазоне от тета тета плюс d тета итак для краткости речи концентрация электронов со скоростью v летящих под углом тета умножить на вероятность а вероятность это и есть тоже доля вот это вот у нас доля электронов скорости которых лежат вблизи v и что еще эти электроны удаляются ударяются эти электроны находятся вот внутри этой заштрихованной области только они за время дт долетят до стенки ну вот давайте площадь этой заштрихованной области я обозначу через дп то есть концентрация число электронов единицы площади умножаем на площадь число электронов находящихся в этой площади и умножаем еще на долю число электронов находящихся в этой площади и скорости которых равняются v вот результат этого произведения как найти площадь трапеции кто помнит одна вторая полусума основания на высоту а вот посмотрите ну здесь основания одинаковые вот основания да чему будет равняться площадь вот этой трапеции основания одинаковые полусума равняется основанию ну и на высоту а высота это вот это на 8 да совершенно верно а высота это сторона умноженная на косинус тета значит n в тета дублю в от в на dv умножить на dl основания и умножить и умножить на высоту а высота v на d тета еще умножить на косинус тета вот так вот запишу значит n v тета на косинус тета сюда тоже вытащу на косинус тета v сюда тоже вытащу теперь плотность вероятности v ну и осталось здесь dl осталось dv dl и dt ну и теперь для числа ударов что получается для числа ударов получается делится на dt или вот это вот пропадает а это останется здесь dv получается n v тета на косинус тета на w v от v на v и на dv это вот число ударов в единицу времени частиц которые летят со скоростью v под углом тета ну теперь вот это нам надо определить концентрация частиц которые летят со скоростью v под углом тета n v тета это будет полное число частиц вот они летят одинаково во все стороны какая доля частиц летит под данным углом вот или конкретно под углом d t это равняется доле которую вот этот вот угол d t это занимает среди полного угла а какой у нас полный угол и и пи или 2 пи ну ладно 2 пи но я подумала типа с одной стороны они летят нет извини электроны частицы некоторые летят к стенке а некоторые не летят вот это концентрация всех электронов которые летят во все стороны а вот под углом тета в диапазоне d тета будет лететь вот такая доля электронов значит наше число ударов будет равняться n на 2 пи в w от в d w а d не w а d v и d тета а вот теперь полное число ударов n на 2 пи выносим скорости в каких пределах у нас меняется от нуля до бесконечности так я косинус а нет косинус я не пропустил или пропустил пропустил я косинус да конечно косинус а здесь здесь вот еще n сюда вставлю косинус тета а здесь интеграл от косинус тета по d тета но под какими углами летят частички которые могут удариться под стенку они летят во все стороны а вот тут вот от угла минус пи пополам до угла плюс пи пополам вот в этом пределе углов все наши ну это электроны двумерные все наши электроны ударятся о стенку а здесь минус пи пополам до плюс пи пополам ну собственно задача уже как бы решена косинус умеем интегрировать будем заниматься математикой или не будем а товарищ наверное не обязательно не обязательно но хорошо бы вспомнить вот здесь какая стоит какое распределение стоит трехмерное трехмерное я вам его выписывал да а нет какое трехмерное тут же двумерное стоит двумерное то есть там было м на кт скорость на е в степени минус мв в квадрате на 2кт вот такое вот распределение значит здесь в и здесь в нужно проинтегрировать будет в квадрате ой не хочется математикой заниматься ну в первую задачу это интегрировали ну там был простой интеграл а здесь интеграл который хотелось познакомить с методом дифференцирования по параметру ну пусть вас математики этому научат в общем все интегралы берутся косинус интегрировать умеем этот интегрировать не умеем но посмотрим в книжках это так сказать табличный интеграл все интегралы такого типа взяты даже по моему в задачнике есть эти интегралы или нет нет что-то нету в общем короче говоря это известные интегралы давайте не будем тратить время на взятие вот этих интегралов договорились давайте с физикой все понятно в принципе да вот это понятно равновероятно они летят во все стороны в плоскости ну а это тоже в общем понятно это определение потока которым мы пользовались хорошо тогда пойдем к следующей задаче следующая задача 7.53 следующая задача 7.53 7.53 в эфирическом реакторе радиусом r маленькая идет химическая реакция между газом заполняющим реактором и материалом стенок реактора продуктом является порошок непрерывно удаляемый из реактора в реакцию могут вступать только молекулы газа имеющие кинетическую энергию большую или равную E0 при этом вероятность реакции при ударе молекулы о стенку и обозначить W0 тоже известно равняется 10 минус 3 то есть примерно из 1000 ударов молекула о стенку только одна прореагирует со стенкой остальные отразятся от стенки с какой скоростью dm pdt надо подавать газ в реактор чтобы поддерживать в нем постоянное давление p0 итак дано нам давление дана 10 атмосфер дана молярная масса газа 40 грамм на моль и считать что распределение молекул по скоростям максвелловская при температуре 1160 кельвинов то есть все вот эти вот параметры нам даны так вот молекулы ударяются о стенку и реагируют с ней среагировала стала молекул газа меньше значит сколько молекул среагирует со стенкой столько же нужно подавать в газ то есть другими словами pdt будет равняться числу ударов молекул в единицу времени энергия которых больше чем е нулевое и еще эту частоту надо умножить на 10 в минус третий это только тысяч тысячная доля молекул будет реагировать и еще умножить на площадь этой сферы потому что это частота ударов которые мы искали в прошлой задаче это частота ударов а единицу поверхности ну а какая поверхность будет у сферы 4p r в квадрате и так найдем z от ек больше или равняется е нулевое и решим задачу все остальные параметры нам известны 4p r нулевое 10 минус 3 z так ну тут наверное все таки мне придется вернуться к лекции ну давайте и так вот число опять ударов молекула стенку со скоростью вблизи v летящие под углом тета это опять число вот это в единицу времени и на единицу площади число это концентрация таких молекул со скоростями равным v летящих под углом тета умноженному на объем ну опять вот у нас стенка теперь на стенке мы выделим какую-то поверхность вот к этой стенке под углом тета вот этот угол у нас тета под углом тета летят частички со скоростью v за время dt летят только те частички которые находятся внутри вот этого цилиндра то есть вот это вот dv это объем вот этого цилиндра то есть dv объем цилиндра площадь основания умножить на высоту высота да здесь не t а dt v на dt а высота это v на dt на косинус альфа на косинус извиняюсь не альфа а какой альфа на косинус тета на косинус тета вот объем этого цилиндра подставим сюда сократится dp dt и получается и получается что число ударов частиц а единицу площади в единицу времени летящих со скоростью v под углом тета будет равняться концентрации летящих со скоростью v под углом тета умножить на v и на косинус тета вот так так ну давайте вот эту найдем опять итак число концентрация точнее частиц летящих под углом тета и со скоростью v будет равняться концентрация всех частиц со всеми скоростями под всеми углами умноженными на что на вероятность того что она летит со скоростью v и умноженную на вероятность того что она летит под углом тета но опять молекулы считаем летят с равной вероятностью во всех направлениях поэтому эта вероятность будет пропорциональна телесному углу отнесенному площади сферы отнесенному к 4 пи но это телесный угол телесный угол вот у нас это сфера это сфера все это будет на лекции предполагается у кого-то я ваш лектор у кого-то нет да 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 ну ладно вот я нарисовал сферу вот r вот угол тета это будет r на синус тета и вот тут на сфере я вырезаю такое сферическое колечко сферическое колечко толщиной r на д тета и вот д омега это доля частиц которые летят вблизи угла тета вблизи угла тета здесь тоже тета летят вблизи тета то есть вот это вот д омега это будет колечко радиусом вот таким вот то есть 2πr на синус тета и умноженное на толщину колечко то есть умноженное на r на д тета ну и деленное на квадрат сферы мог бы сразу взять единичку значит сферы все естественно вылетают и здесь получается 2π синус тета по д тета 2π синус тета по д тета подставляем эту д тету сюда и получаем что n в тета равняется полная концентрация всех частиц на долю со скоростью v и на одну вторую синус тета д тета а еще на косинус тета да так а нет это n ну и теперь число ударов d z v тета это n пополам домножаем здесь на v v w v v на d v и домножаем на косинус синус тета косинус тета и d тета вот число ударов в единичную площадку как раз которая у нас здесь стоит частиц летящих со скоростью v вблизи угла тета вот такое вот выражение ну что ж теперь надо интегрировать давайте проинтегрируем сначала по углам итак вот это будет число частиц со скоростью v значит n пополам остается v w от v pdv а здесь интегрируем от синус тета косинус тета тут тета по всем углам которые летят к стенке как и это углы но минимальный угол ноль прямо летит в стенку ну а максимальный это p пополам летит параллельно стенке так вот эти вот ну как этот интеграл брать как брать этот интеграл можно домножить на и поделить на двойку тогда будет 1 2 синус 2 тета да можно проинтегрировать в общем короче говоря опять остается математика давайте я напишу чему равен этот интеграл не хочется тратить время на математику хотя вам придется тратить время на математику на экзамене по физике те интегралы которые вам попадутся но таких сложных я надеюсь не будет так то есть это будет этот интеграл будет равен 1 2 значит получается n на 4 а здесь w на скорость и на ну затем на лекции что я делаю я дальше буду интегрировать по всем скоростям от нуля до бесконечности и вот это вот интеграл будет равен средней скорости то есть число ударов о стенку равняется 1 4 произведения концентрации на среднюю скорость это я докажу на лекции а здесь же не все частички ударяются о стенку а только те энергия которых больше е нулевое ну вот давайте на этот интеграл посмотрим значит z с e больше или равное е нулевое будет равняться как будет равняться н на 4 здесь от в нулевое до бесконечности а здесь в w от в на dv ну или давайте подставим сюда распределение я покажу что опять интеграл будет браться так здесь 4 пи м 2 пи кт степени 3 вторых умножить в нулевое до бесконечности здесь будет е в степени минус mv в квадрате на 2 кт значит там v в квадрате там v в квадрате распределение умножается еще на v на v в кубе и dv вот такой вот интеграл вот такой вот интеграл но опять чистая математика я просто напишу ответ просто напишу ответ то есть dm pdt которая равнялась z на 10 минус 3 на 4 pr в квадрате а ну там вот n еще будет ну ладно значит будет n на 2 пи корень из 2 пи kt kt на m можем можем считать газ идеальным да для идеального газа p равняется n kt kt отсюда n это p разделить на kt но если подставить сюда это n m то получается то p p так это 2p с этим сократиться здесь будет 2p в знаменателе делим на kt kt тоже уходит в ноль в знаменатель на m kt ну а дальше та же самая скобочка единичка плюс e0 на kt e в степени минус e0 на kt вот такое вот семинар у нас по физике который больше похож на семинар по математике вот что бы мне хотелось чтобы вы запомнили из теории вероятности еще есть время я пожалуй вам вот это напишу распределение максвелла это непрерывное распределение распределение могут быть и дискретные и непрерывные вот давайте подумаем как мы ищем среднее значение какой-нибудь величины вот мы ищем среднее значение x как мы ищем мы складываем все значения и делим на общее число значений а а если среди этих величин случаются одинаковые скажем x1 встретилось n 1 раз x2 встретилось n 2 раз x3 встретилось n 3 раз то есть ищется среднее вот так вот просто по определению что такое арифметическое среднее ну а теперь если мы почленно разделим каждое слагаемое на знаменатель то можем написать n1 на n на x1 плюс n2 на n x2 плюс так далее а что такое n1 на n это доля тех случаев когда мы измерили когда мы получили x1 n2 на n доля тех случаев когда получили n x2 а доля на языке физики это и есть вероятность то есть это вероятность 1 это вероятность 2 и поэтому среднее значение величины найдется как сумма вероятности обнаружить это значение умноженное на это и это значение по всем и вот я бы хотел чтобы вы вот эту формулу запомнили она очень ясно получается и вы тогда уже будьте много знать в теории вероятности а как в непрерывном случае а в непрерывном случае вероятность попадания в интервал равняется w вот от x на величину этого интервала значит сумма тогда во что перейдет перейдет в интеграл x мы усредняем и умножаем на d w вот как здесь вероятность умножаем на усредняемое величину вероятность умножаем на средняя величину и интегрируем по всем возможным значениям x то есть интеграл по всем возможным значениям x, x, w, x, на dx. Так находится среднее значение случайной переменной. А как найти среднее значение функции? Итак, пусть у нас есть функция случайного аргумента. Конкретная функция, но случайного аргумента. Мы хотим найти среднее это значение функции. Как его найти? Пусть значение x1 встречается n1 раз. Значит, n1 раз будет встречаться значение функции f от x1. Значение x2 будет встречаться n2 раза плюс n2 f от x2 плюс n3 f от x3. Ну и так далее. Делим на общее число в наблюдаемых случаях. Ну, n, очевидно, будет равняться n1 плюс n2 плюс n3. И так далее. Делим по члену каждое слагаемое числителе на знаменатель. Получаем n1 на n. f от x1. n2 на n. f от x2. n3 на n. f от x3. Ну и плюс так далее. Что такое n1 деленное на n? Это доля случаев, когда аргумент x1 наблюдается среди общего числа n случаев. Или то же самое. n1 к n – это доля тех случаев, когда наблюдается значение функции f от x1. Эта доля на языке физики называется вероятностью. Итак, вероятность того, что у нас наблюдается, что у нас наблюдается значение функции f от x2. Ну, это f от x3. То есть, как запишется среднее значение конкретной функции случайного аргумента при дискретном распределении вот этого самого случайного аргумента. Как сумма произведений функции от какого-то аргумента на вероятность обнаружить этот аргумент. Вот, обозначу вот так вот. Так находится среднее значение функции дискретного случайного аргумента. Если теперь у нас аргумент непрерывный, тогда сумма заменится на интеграл. Здесь мы суммировали по всем возможным и интеграл будет равняться интегрировать по всем возможным x. функция x умноженная на вероятность обнаружить это значение. А эта вероятность равняется плотности вероятности x умножить на элементарную ширину. То есть, wx на dx – это вероятность обнаружить значение x в интервале от x до x плюс dx. И в этом интервале wx можно считать постоянным. Итак, среднее значение функции случайного аргумента найдется как интеграл по всем возможным значениям этого аргумента. Функция умножается на плотность вероятности этого случайного аргумента и интегрируется по всем значениям случайного аргумента. Вот на этом я закончу свою справку. Я затяжусь уже лето интегрирует рубин сумка